На 101.fm программа «Особое мнение» в Кирове 13.05 в студии Юлия Афанасьева и напротив меня сегодня сидит вице-спикер УЗС Михаил Курашин. Михаил, добрый день. Добрый день. Я вначале напомню, как можно с нами связаться. Это, во-первых, сайт эхокирова.ру, где есть раздел «Анонсы». В нем можно задавать вопросы гостям. Сейчас я посмотрю, есть ли на сегодня для вас вопросы, вопросов у слушателей нет. Если что-то появится во время эфира, можно писать мне в Твиттер. Мы стараемся озвучивать ваши вопросы, если они есть. Итак, Михаил, я хочу начать с налоговых ставок на имущество организаций, пресловутых законопроект, которые уже обсудили все, кто мог и кто не мог, мне кажется. Завтра состоится пленарное заседание ОЗС, и как раз вы будете обсуждать этот законопроект. Кроме самих ставок меняется налогооблагаемая база, ей хотят сделать кадастровую стоимость объектов, например, торговых центров площадью больше тысячи квадратных метров. Вас все устраивает в этом законопроекте? Давайте начнем с того, что на самом деле идея законопроекта – это идея еще весны этого года, когда в условиях кризиса, в том числе Министерством финансового, была поставлена задача по поиску внутренних ресурсов для субъектов, внутренних ресурсов по налогообложению с целью увеличения доходной части. И как бы так вот эта задача, ну мы все должны понимать, что речь-то идет не просто о том, что Минфин сказал так и все, то есть за этим следует и последующее решение, связанное с тем, что когда регион уже обращается за помощью или рассчитывает на какую-то субсидию федерального центра, то в том числе рассматривается вопрос, вопрос, насколько регион самостоятельно, скажем так, максимально использует те возможности, которые у нее есть. Поэтому еще весной данный вопрос был поднят, была создана рабочая группа. Эта рабочая группа включала в себя не только депутатов и представителей правительства, но и в том числе представителей предпринимательского сообщества. И если судить по тому, что на всех заседаниях, которые сейчас предваряют у нас, завтрашнее пленарное заседание присутствовал и уполномоченный по защите прав предпринимателей Андрей Николаевич Фавилов и представитель Вятской торговой промышленной палаты Андрей Леонидович Русенко и лично Николай Михайлович Припатников тоже обращался к депутатам. Общая их позиция, общее мнение в том, что да, рабочая группа была, да, законопроект обсуждали, но предложения предпринимательского сообщества были услышаны не в полном объеме, точнее, как они говорят, что многие вещи просто не были услышаны. В результате предыстория законопроекта, вносимого в ЗАГС собрание, она выглядит следующим образом. Более пяти месяцев работала рабочая группа. Понятно, что неким большинством голосов этой рабочей группы был принят данный текст законопроекта. Осталось это меньшинство. Но сейчас меньшинство предпринимает попытки для того, чтобы все-таки попытаться переубедить депутатов в правильности законопроекта. Теперь непосредственно по отношению к самому законопроекту. Первое. Считаю, что абсолютно неправильно, что на современном этапе мы вновь говорим о мерах, о нормах, которые в большей мере можно, наверное, отнести к категории закручивания гаек для бизнеса. То есть, в первую очередь, для малого бизнеса. То есть, понятно, что во всех бюджетах достаточно тяжело, понятно, что нужно искать деньги, понятно, что эти деньги не попадут в бюджет какими-то популярными действиями, нужны непопулярные действия. Но, к сожалению, в очередной раз у нас страдают не госкорпорации с их большими зарплатами и золотыми парашютами, а будет страдать мелкий, малый, средний бизнес. Поэтому идеологически считаю, что данный законопроект будет вреден для развития малого бизнеса. Плюс ко всему, сегодня, я думаю, что не только предприниматели, но все жители видят, что ситуация в предпринимательстве и в экономике становится все хуже и хуже. И об этом свидетельствует практически любой разговор с предпринимателем, который говорит о том, что его бизнес попадает в все более тяжелые финансовые и экономические ситуации. И в этой связи есть два пути. Первый путь – это думать о бюджете и закручивать гайки. Второй путь – это рискованный, это, может быть, наоборот, делать максимально налоговое послабление для бизнеса, для того, чтобы бизнес все-таки продолжал существовать. Это и рабочие места, это и доходная часть, это вполне возможно и расширение доходной части. Вот это и в том числе, возможно, более мягкие цены для потребителя. Потому что… Но в конечном итоге все отражается на потребителя. Ну, в конечном итоге – да. Но если учитывать, что и на сегодняшний момент и потребитель испытывает большие проблемы, то есть потребительский спрос падает, то, соответственно, нужно понимать, что ситуация с закручиванием гаек отнюдь не будет способствовать росту потребительского спроса. Хорошо, Михаил. Вот, поэтому в данном случае отношение к законопроекту, оно следующее, да, что мы считаем, что это, точнее, я считаю, что это не совсем своевременные решения. И все-таки поддерживаю тех предпринимателей, которые говорят о том, что, наверное, все-таки попытка вывести под единый знаменатель всех, кто является владельцами торговых офисных помещений, будет неправильной. Михаил, так считаете только Вы, что сейчас не вовремя этот законопроект? Или у Вас есть еще коллеги в ЗАГС собрании, которые с Вами согласны? Вчерашние обсуждения на Совете Законодательного Собрания, на экономическом комитете показали, что большинство депутатов считают именно так, да, что сейчас это не совсем своевременно, это в раз. Во-вторых, те увеличения, те позиции, которые там, ставки, которые предлагают использовать, это не совсем продуманные ставки, два. И третье, что на сегодняшний момент уровень доверия к кадастровой оценке не соответствует действительности, да, там, пример, который вчера приводил Андрей Усенко, когда показал там два рядом стоящих здания, с разницей в оценке, там, ну, достаточно одинаковых зданий, с разницей в оценке, там, в разы, в 4-5 раз. То есть, соответственно, мы подталкиваем к тому, что предприниматель либо надо будет закрывать свой бизнес, либо идти в судебные тяжбы, оспаривая кадастровую оценку, для того, чтобы добиваться ее, там, объективной стоимости. Это все, я считаю, препятствие. И, там, повторю, считаю не только я, и не случайно, что по итогам обсуждения на Совете Законодательного Собрания было внесено предложение о том, что не торопиться с принятием в двух чтениях, а, по крайней мере, как минимум, принять в первом чтении и вступить в очередную фазу обсуждения вот по всем этим позициям. Насколько я понимаю, со слов заместителя губернатора Романа Береснева, правительство готово пойти на этот шаг. Готово пойти на этот шаг. Вы имеете в виду принять не в двух чтениях, а в одном только. Ну, хорошо. Вы говорите, что все это ради налоговых поступлений. Вот тот, как раз, Роман Александрович Береснев в интервью «Бизнес новостям» подсчитал, что дополнительных налогов от этого решения область получит 52,5 миллиона рублей. Оно стоит того? Вот стоят эти деньги того негатива, который обрушится сверху на чиновников? Ну, опять же, негатив, который обрушится на чиновников, это дело второе. Важно, как это скажется на бизнесе, как это скажется на экономике, как это скажется на жителей. Ну, то, что касается чиновников, чиновники принимают решения в тех условиях, которые есть. Есть условия благоприятные. Стоит ли шкурка выделки вообще? Я думаю, что такой экономический эффект на самом деле крайне незначителен. То есть мы можем получить больше экономический эффект, если, наоборот, простимулируем, ослабим давление на бизнес и предложим бизнесу более свободные условия. Мы получим больше эффектов. А то, что касается вот этих позиций, то, что касается налога на имущество, ну, вот здесь предложение, опять же, оно такое достаточно сырое. Есть что обсуждать. Предложение Дмитрия Русских о том, чтобы увеличить параметры, связанные с категорией платильщика, то есть от 1000 квадратных метров до 3000 метров, поднять до 3000 метров и установить более высокую планку по налогу на имущество, ну, я считаю, имеет место жить, потому что мы понимаем, что у нас есть такие крупные торговые центры, как Джиммол, есть метро, есть федеральные структуры, поэтому я считаю, что для них мы можем более высокую ставку использовать. Тем же, кто меньше этого, соответственно, меньше от того, что предлагается. То есть сейчас предлагается один коэффициент. То есть, ну, вот пока, опять же, в сыром варианте речь шла о том, что коэффициент для малых арендаторов, да, то есть где-то на уровне 0,5 на все. Миш, если я правильно все понимаю, то законопроект федеральный и... Нет, нет, законопроект наш. Но мы приводим свое законодательство в соответствии с федеральным, нет? Нет, мы действуем вот на основании того, с чего я начал, да, там, рекомендации МИЭФИНа по изысканию собственных ресурсов по развитию налогооблагаемой базы. То есть это рекомендации, если мы не захотим этого делать, мы можем не поднимать налоговые ставки, не привязываться к кадастровой стоимости, оставить все как есть. Ну, а расчет по кадастровой стоимости, это там требование, опять же, федеральное. Мы можем себе позволить устанавливать более низкие ставки, но тогда будут возникать вопросы при разговоре с МИЭФИНом по выделению субсидий, там, бюджетных кредитов. Когда вы попросите субсидии у МИЭФИНа, нам скажут, а вот смотрите... Как бы так, да, вы... У вас есть еще резервы. Собственный потенциал еще недоиспользован. То есть могут вполне так сказать. У меня такое ощущение, что региональная власть зажата между молотом и наковальней. С одной стороны, не все, слава богу, в экономике области, а точнее, все, не слава богу. И с другой стороны, да, есть федералы, которые говорят, ребята, вот у вас тут еще резервы в регионах. Все правильно. Об этом же многие говорят о том, что разница между тем, что, там, мы можем говорить, президент на своих пресс-конференциях, да, там, и те посылы, которые доходят, там, до региональных и местных властей, как бы так, они бывают иногда перевернуты снов на голову, и в результате получается ситуация, что, там, региональные и местные власти оказываются, вот, как бы так, виноватыми в тех или иных решениях. И, там, это такой коммуникационный сбой, он достаточно серьезный, вот то, что вы сказали, на репутацию региональной власти влияет. Да, там, нужно признать, что, там, мы действительно находимся между молотом и наковальней, и, как бы так, люфта для того, чтобы играть, там, достаточно широко, там, мы давайте сделаем это или давайте сделаем это, у нас минимально. А как в других регионах происходит? Я сейчас имею в виду конкретный этот законопроект и кадастровую стоимость, ставку на ОГО, что делают другие регионы? Ну, насколько я владею информацией, большинство регионов находится вот в таком же стадии смятения, да, то есть, как бы, понимая, что, с одной стороны, там, принимая эти законы в таком виде, да, то есть, они действительно будут, там, ну, усилить давление на бизнес, с другой стороны, они понимают, что зависимы все-таки от федерального финансирования, и, как бы так, нужно каким-то образом реагировать на это. То есть, другие регионы тоже будут принимать подобные решения? Конечно. Понятно, что есть регионы, там, с более сильной экономикой, с большими финансами, и они могут себе позволять, там, вести себя более самостоятельно, более агрессивно. У нас, к сожалению, таких возможностей нет. Вот на прошлой неделе к нам приезжал Дмитрий Потапенко, ритейлер, теперь уже бизнес-тренер, да, он ездит по регионам, общается с предпринимателями и учит их, в общем-то, выживать в существующих условиях. Вот с позволения вашего я приведу цитату, она немного длинная, но она того стоит, мне кажется. Итак, кадастровая стоимость сегодня одна из болезненных точек для предпринимателей, так как она зачастую бывает выше рыночной стоимости. Дальнейшая дойка бизнеса через кадастровую стоимость в очередной раз приведет к уходу в тени коррупционной составляющей. Предприниматели будут договариваться с оценщиками и тем самым снижать налоговую нагрузку. Плюс номинальное банкротство, плюс перебрасывание имущества на другие юрлицы и так далее. Уже сейчас это идет сплошь и рядом, а когда большинство поймет, что они влетели, то весь этот процесс пойдет еще активнее. Бизнес сегодня и так, что называется, кровью харкает. Вот не боитесь ли вы всего того, о чем говорит Потапенко? Ну, это как раз то, что вчера приводилось. Что произойдет не увеличение налоговых поступлений, а наоборот. Приводилось, в качестве аргументов, в том числе депутатами, о том, что мы можем получить обратный эффект. А если учитывать, что, собственно, за этим пойдет еще и второй момент, который затронет всех, это установление ставки налога на имущество по квартирам, исходя из кадастровой стоимости, то, собственно, мы можем получить абсолютно неуправляемую ситуацию с негативным развитием. То есть вот как бы так я полностью разделяю опасения Потапенко и считаю, что он мыслит правильно и у него логика достаточно выстроена. Бизнес в любом случае будет стремиться тот, который останется, изыскивать возможности обходить закон, в том числе незаконными путями. То есть мы точно не увеличим число субъектов экономики, мы потеряем какую-то часть. Мы потеряем часть доходов, которые раньше были на сегодняшний момент легальные, но с учетом всех этих перипетий они будут уходить в тень. То есть в данном случае за счет кого мы можем выиграть? Ну, за счет, вчера тоже обсуждали так называемый список, реестр объектов, да, которые могут попасть под данную формулировку. Ну, вот два из них, например, могу привести. Это здание управления внутренних дел, как офисный центр, да, и административное здание фабрики «Весна». То есть где у них находится администрация, там находится столовая, там находится магазин, вот они тоже попадают. Для них может действительно наступить серьезные последствия, потому что как бы таким некуда деваться. Это у них единственное, что там есть. А все остальное могут быть, там, разные варианты, и бизнес будет искать эти пути, что если это не получается законно, то значит уйти в незаконное. А как Вы считаете, сдвинуть планку с тысячи квадратных метров до трех тысяч квадратных метров в принципе реально? Вот в этой связи я бы сказал так, да, то есть, к сожалению, там, я не участвовал в рабочей группе и не знаю всех предложений, которые были. И я почему сказал, что предложение там поднять до трех тысяч, это там предложение, которое было вчера вот сформулировано, и оно достаточно сырое. Я считаю, что вот сейчас нужно, если и принимать, то принимать в первом чтении и, собственно, вот дальше устраивать обсуждение, публичное слушание, круглые столы для того, чтобы послушивать вот все эти мнения, все эти позиции. Поэтому там, если бизнес скажет, что да, в этой связи там мы готовы, те, кто там меньше, там мы готовы платить, ну, там 0,7 процентов, потому что большинство из них сейчас вообще не платят, да, платить 0,7, а те, кто там свыше трех тысяч скажет, мы готовы платить по коэффициенту 2, ну, тогда я считаю, там, мы можем найти компромисс, потому что нужно понимать, что те, кто имеет там 3 тысячи квадратов, это, скорее всего, уже такой не... сложно отнести их к малому бизнесу, ну, серьезному предприятию, да, то есть серьезной фирмы, поэтому там для них, я думаю, там не так страшно будет этот коэффициент 2. А есть еще предложение такое, обложить всех. Всех это кого? Ну, вообще всех предпринимателей, да, у которых есть имущество, и не зацикливаться на площади там тысяча, две, три, пятьсот квадратных метров, ну, всех обложить. Опять же, я скажу так, эти вещи можно обсуждать, но нужно исходить из принципа разумности и принципа развития, да, то есть, что мы все-таки не должны убивать-то всех, да, то есть, если мы там сегодня на предпринимателя повесим еще, то в конечном итоге предприниматель повесит все эти наценки на кого? На покупателя. Соответственно, мы должны понимать, что, там, вот мы вчера порадовались о том, что прожиточный минимум для пенсионера предлагается поднять на 28 процентов. Это впервые произошло, вчера все единогласно проголосовали, потому что до этого мы поднимали, там, 6-8 процентов, вчера предложили на 28 процентов, да, там, ну, и то эта цифра, там, далека от реальных показателей. А если мы будем идти таким путем, то, собственно, нам никогда не догнать, там, прожиточный минимум реальную стоимость жизни. Ну, давайте еще поговорим про завтрашнее заседание ОЗС. Вот вы завтра будете рассматривать так называемую поправку Николая Дубравина. Ее так уже окрестили журналисты, и я так же ее назову. Вот расскажите, пожалуйста, что это такая за поправка? Я бы так сказал, что ключевая мысль данной поправки заключается в том, чтобы поменять схему финансирования капитального ремонта. Если сейчас речь идет о том, что мы собираем деньги, а потом там, согласно плану ремонта, через какой-то там промежуток эти ремонт будет произведен, то Николай Григорьевич предлагает поменять ее. Сначала сделать ремонт, а потом народ будет за него расплачиваться. Ну, с точки зрения технологии оказания услуг, там, это подход правильный. Мы сначала получаем услугу, потом за нее платим. Но проблем и рисков, я думаю, здесь будет очень много. Самый главный риск в том, что собрать после ремонта будет еще сложнее, чем до ремонта. Ну, люди сейчас-то там платят крайне тяжело, да, там, несмотря на то, что вроде как есть план, где написано... Нет, ну, подождите, а сейчас люди платят крайне тяжело, почему? Потому что они понимают, что как раз-таки есть план, а в их дом, в этом плане, их дом там на 50-м месте, и до него дойдет очередь через 10 лет. Поэтому и платят тяжело. А где гарантия, что после того, как ремонт будет сделан, они будут платить? Ну, тоже никакой гарантии нет. Ну, как бы так, мне все сделали, и все это, ну, шоу. Нет, ну, слушайте, для этого существует там юридическая практика заключения договора. Так, ну, хорошо, дальше что произойдет? Ну, Юль, мы сейчас просто с вами уйдем в некие дебри, да, то есть я в данном случае о законопрактике говорю. Ну, то есть вы не согласны с такой вопрос? Я могу сказать, что я бы, честно говоря, с этой идеей еще поработал. Она, на самом деле, не ложится в общую логику, там, государственного подхода к капремонту. А какая логика у государственного подхода к капремонту? Ну, вот такая, да, то есть накопительная. Утром деньги, вечером стулья? Да, да. Вот, то есть она неформатна, но в то же время, насколько я понимаю, больших противоречий в том, что предлагает Дубравин, законодательства нет. То есть, соответственно, там есть и такой вариант. Другое дело, что наш фонд капремонта, который существует, да, там на сегодняшний момент тоже ограничен различными инструктивными письмами, которые, там, ну, я думаю, пока ему не позволяют рассматривать такой вариант. А как Вы считаете, какая судьба постигнет эту поправку на завтрашней пленарке, учитывая, что губернатор и контрольная счетная палата против? Ну, Вы отвечаете сами, да, то есть я могу сказать, что мы, там, наша фракция, да, там, она в данном случае выступала изначально против данного законопроекта, вообще подхода, да, потому что мы считаем, что сначала нужно было провести, освоить те деньги, которые собирались людей раньше в платежках на капремонт, а потом уже начинать их собирать на новые. Вот, поэтому мы в данном случае, ну, я думаю, скорее всего, будет решение о том, что мы не будем ни за, ни против, мы будем воздерживаться. То есть мы не голосуем пройти на законопроект. А Вы были вчера на комитете, куда приезжали два жителя, дай Бог памяти? Да. Ну, это комитет по ЖКХ, я, к сожалению, не был, но общий резонанс предоставляю. И, то есть, Вас это не вдохновило, не убедило? Убедило в чем? В том, что то, что предлагается и то, что существует, оно неправильно, полностью разделяют оппозиции. Да, то есть, там, сейчас ни время, ни механизма для того, чтобы правильно это все делать, подобрано абсолютно неправильно. То, что предлагает Дубраве, ну, опять же, там, это законопроект. Скажу честно, там, я его получил только вот, когда начал знакомиться с документами, и, как бы так, ни с, там, с экспертами, ни с специалистами я пока его не обсуждал. Для того, чтобы понять, там, возможно ли такая схема. Если такая схема возможна, тогда встанет вопрос о том, как переломить ситуацию в Москве, чтобы они, там, соответствующую схему приняли. Для того, чтобы наш фонд, там, капитального ремонта получил необходимое указание для того, чтобы можно было так работать. То, что завтра законопроект пройдет, я сомневаюсь слабо, несмотря на то, что даже если вся оппозиция поддерживает. Потому что есть письмо, там, губернатора, есть КСП, есть озвученная уже позиция, там, Единой России в том, что они не разделяют. Ну, в принципе, так можно говорить про любой законопроект, да? Да, сомневаюсь, что он пройдет, если его поддержит только оппозиция. Ну, тут, смотрите, еще одна такая сложная ситуация. Точнее, ситуация усугубляется еще и тем, что, в принципе, тема, связанная с капитальным ремонтом, эта тема, которую ведет комитет по ЖКХ, который возглавляет Виктор Николаевич Женихов, фракция коммунистов, и курирует Марина Сергеевна Сазонтова, которая тоже представляет партию, фракцию коммунистов, да? И насколько, там, я понимаю, что это люди более глубоко в теме, что эти люди, там, каким-то образом участвуют в реализации вот этой модели, которая существует. И в этой связи и на Совете, и, насколько я понимаю, на Комитете, с их стороны звучала тоже позиция о том, что этот законопроект не готов. Поэтому говорить о том, что там оппозиция целиком может поддержать этот законопроект, ну, я думаю, вряд ли это случится. По крайней мере, вот два представителя фракции оппозиционные вряд ли его поддержат. На этом я предлагаю прерваться, потому что нам нужно уйти на рекламу. Я напомню, что это «Особое мнение» вице-спикера ОЗС Михаила Курашина. Сейчас мы уйдем на рекламу и очень скоро вернемся. «Особое мнение» на 101FM. Мы возвращаемся в эфир. Это программа «Особое мнение». Меня все так же зовут Юлия Афанасьева, напротив меня все так же сидит Михаил Курашин. Миш, свежая новость сегодняшняя. Компания U-Tair уходит с кировского рынка, не выдержав конкуренции. Ну, мне на самом деле очень жаль, потому что последние несколько лет я летал именно на U-Tair. Мне достаточно нравился не только самолет, который летает из Кирова в Москву, но и в том числе в другие регионы летать этой авиакомпании. И, ну, это, скажем так, не худшая авиакомпания, которая есть в нашей стране. Когда к нам в область пришла авиакомпания «Победа», все сходили на сайт, посмотрели на цены на билеты. Сначала обрадовались, потом попытались их купить. Вот я тогда подумала, а сколько же U-Tair еще продержится у нас? И вот, как выяснилось, продержался он немного. Как вы считаете, надо ли было региональному правительству его держать, что ли? Может быть, держать рублем, еще чем-то? В любом случае, заход авиакомпании в наш аэропорт, в который мы вкладывали достаточно длительное время, наконец-то, условно говоря, сформировали вполне достойный аэропорт и всю инфраструктуру. Держать надо любого. Тем более, что, в отличие, предположим, от «Победы», насколько я знаю, U-Tair больше платила здесь за пользование услугами. И, соответственно, экономика нашего аэропорта, она крайне заинтересована, наверное, в U-Tair больше, чем в «Победе». Ну, то есть, держать U-Tair – это что означает? Это означает давать годы по оплате, недополучать, опять же, деньги в бюджете. Мы сами не знаем, опять же, какие есть механизмы, да? Ну, что значит… Подождите, по-моему, Альберт Владимирович регулярно перед УЗС отчитывается, равно как и… Нет, какие могут быть предложены варианты для того, чтобы удержать, да? То есть, то, что касается денег в бюджет, ну, опосредованно – да, но, в первую очередь, это деньги, которые потеряет, с уходом U-Tair потеряет аэропорт. А, соответственно, дальше встает вопрос, собственно, кто будет выпадающие доходы компенсировать аэропорту? То есть, там, поправки в бюджет завтра будут рассматриваться, там есть уже объем средств, которые мы закладываем на то, чтобы доплатить аэропорту за вот эти внутриокружные перелеты. ПФО. Да, внутри ПФО. То есть, мы уже доплачиваем за это, да, соответственно, там, что может предложить нам победа с точки зрения интересов аэропорта? Ну, да, новый самолет, да, большая вместимость, ну, как более широкая, наверное, география. Но я очень сильно сомневаюсь, что в условиях отсутствия конкуренции победа очень долго будет выдерживать стратегию низких цен. То есть, если сейчас посмотреть, да, там, мы можем обратить внимание, что если, там, ты покупаешь билет не заранее, там, не за месяц, а, там, за несколько дней, то цена-то уже абсолютно другая, и она в разы другая. Или, например, ты покупаешь билет, там, по-моему, на понедельник, что ли, там, другие цены? Ну, нюансов очень много, да, то есть, соответственно, отсюда и вопрос в том, что ЮТЭР нужен был не только как еще один перевозчик, но и как некий противовес амбициям или, там, желаниям других компаний получить некую монополию. ЮТЭР выдерживал цены эконом-класса, то есть, там, эти цены не были выше цен, там, купе в нашей Вятке, да, так, то, что... Так, подождите, подождите секундочку, ЮТЭР и цены... В поезде Вятка. Так, по-моему, слетать ЮТЭРом туда-обратно, это 13 тысяч. Ну, не знаю. Билет на купе в поезд Вятка, это 4 тысяч. Если вы зайдете на сайт, то увидите, что ЮТЭР предлагает, там, 3,5 в одну сторону. Вот, там, какие 13 тысяч, ну, можно и больше, конечно, найти, но, вот, мы, буквально, в понедельник, вторник, вот, заходили, сравнивали цены, которые предлагают Победы, и которые предлагают ЮТЭР, да, там, вот, как бы так, цена от 3,5 до 6 тысяч. То есть, в принципе, там, я считаю, что это достаточно приемлемая цена. Ну, я за 3,5 ни разу не летала, может быть, мне просто не повезло. Слетайте, Юля, чаще летайте. Я не могу себе этого позволить, потому что я, когда хочу купить билет на самолет, я вяжу 13 туда-обратно, и меня душит жаба. Ну, тогда пользуйтесь советами тех, кто продвигает Победу о том, что покупайте билет за месяц, и вы будете летать за 1200. Я, на самом деле, хочу спросить о другом. Насколько я понимаю, наш Кировский аэропорт заинтересован в как можно большем числе авиакомпаний, которые с ним работают. Но почему-то больше одной у нас никогда не получается. Смена ЮТЭРа на Победу – это не смена Широна на Мыло? Ну, я бы сказал так, очень сложно их судить, потому что, как бы так, все-таки Победа, мы понимаем, да, что это дочка Аэрофлота, и это, там, абсолютно другой уровень. И, там, самолетов, и качество, и, там, когда, там, летишь в Москву не 2-10, а, там, полтора часа, это тоже, там, момент, который может влиять. То есть, это другой уровень. Поэтому, там, можно рассмотреть плюс в том, что если у нас появилась Победа, значит, там, мы получили услугу более высокого качества. Но мы не получаем, там, разнообразие, да, у нас, как бы так, мы забываем, еще же есть одна компания «Руслайн», «Руслайн». «Руслайн», да, то есть, которая тоже обеспечет нам полетой в Москву. Вот, то есть, она пока вообще мало где мелькает. Поэтому, в любом случае, я думаю, что появление «ЮТЕЙР», появление Победы, оно могло бы сыграть хорошую роль для аэропорта, при, вот, условно говоря, неких демпинговых позициях по ценам, но не с точки зрения украть пассажиров у «ЮТЕЙРа», да, там, а с точки зрения, предположим, перехватить пассажиров «Святки». Вот, там, вот здесь можно было бы вообще, конечно, играть на этом очень хорошо, но, там, позиция... Но Победа заодно перехватила пассажиров «ЮТЕЙРа». Позиция, да, определив время, там, примерно близкое к времени, там, «ЮТЕЙРа», то, соответственно, перехватила пассажиров «ЮТЕЙРа». Ну, к сожалению, вот, там, да, да, действительно, самолеты, которые летали «Киров», «Москва», «Москва», «Киров», они чаще всего не были заполнены на 100%, но я считаю, что, еще раз повторю, там, это не худшая авиакомпания «ТАРАС», во-вторых, там, время, которое было выбрано для полетов, оно крайне удобно было для тех людей, которые, там, либо в Москву по делам, либо транзитом, то есть, я считаю, что, конечно, обидно, если «ЮТЕЙР» все-таки уйдет. Ну, если судить, потому что написали наши коллеги из «Бизнес-новостей», видимо, это так и произойдет, еще вот одна свежая новость, которую хочу успеть с вами обсудить, это кадровые изменения в Управлении Федеральной антинопольной службы, в частности, вот, Артем Молчанов покинул свой пост, это подтвердили в пресс-службе ведомства, и день 18 сентября был последним днем Артема Молчанова на этой должности. Вот, как вы, Миш, относитесь к тому, что наше управление ФАС будет возглавлять другой человек, и скажется это положительно или отрицательно на работе ведомства? Ну, во-первых, я хочу поздравить Артема Владимировича, что он, если верить, опять же, газете «Бизнес-новости» двигается вверх, да, что у него действительно серьезные изменения в карьере, я думаю, что оно вполне заслуженное, потому что, ну, то, что здесь он сделал деятельность органа, антимонопольного органа, во-первых, более открытой, во-вторых, более, там, результативно эффективной, я думаю, признают многие. Относительно того, что произойдет дальше, ну, естественно, все упрется в то, что это будет за человек. То есть у нас был период, там, до Молчанова, когда, собственно, ФАС, ну... Если честно, я даже не помню, кто возглавлял управление ФАС, да, Артем Владимирович? Да, то есть он был незаметен и в большей мере, условно говоря, как мне кажется, да, обслуживал, там, интересы каких-то определенных групп. То есть, соответственно, с его приходом ситуация поменялась. Поэтому все будет зависеть от человека, от человеческого фактора. То есть если придет человек типа Молчанова, ну, наверное, все будет продолжаться в этом же направлении. Если придет тот-другой, ну, все будет зависеть от того, какие цели у него будут личные. Как Вы считаете, будет ли борьба за это место? Я думаю, что с учетом того, что это все-таки структура федеральная, да, мы этой борьбы-то, скорее всего, не увидим. И она будет где-то внутри? Нет, эта борьба будет в Москве на уровне федерального ведомства, да, там, и предполагают, что она идет, и в том числе не просто там между некими лицами, между группами и силами, в том числе регионального уровня, которые, там, так или иначе зависят на решении ФАС. То есть мы же, предположим, помним о том, как Молчанов боролся с необоснованным повышением цен на бензин, например, да, то есть и добивался действительно того, что те, там, реализаторы бензина, там, снижали цену, и мы так вполне ощутимо это делали. Ну, Артем Владимирович руководил и железной рукой, как мне кажется. Ну, опять же, там, оценку, целиком давать оценку человека на этой должности тоже, наверное, тяжело, потому что все равно мы не избежим политического влияния, все равно мы не избежим, там, ситуации того, что человек находится и живет здесь, и, как бы, так это тоже оказывает влияние. Он мог, там, быть и железным, мог и, в том числе, там, где-то на что-то, как мне кажется, закрывать глаза. Ну, хорошо, давайте до конца программы еще обсудим вот какую историю. Олег Прохоренко на этой неделе написал колонку о множестве, множестве, множестве деловых мероприятий, которые стали проводиться конкретно в Кирове после начала кризиса. Это деловые мероприятия, это Биокиров, это Вятка Фьюча, это вечные бизнес-тренеры, которые к нам приезжают, это тот же Потапенко, который у нас недавно уступал. Вот, как вы считаете, это связано с началом кризиса и с необходимостью выхода из него, да, либо это просто Киров развивается, и к нам все едут. Ну, начну с того, что как раз накануне Биокирова я улетал из Москвы на ЮТР, да, и в этот раз самолет был абсолютно заполнен, и много было как раз гостей, которые летели в Киров на различные мероприятия, на форумы, в том числе на Биокиров, и было достаточно интересно, может быть, нехорошо несколько, но невольно подслушивать их разговоры с коллегами относительно того, куда они и зачем едут. Могу сказать, что Киров начинает формировать свое лицо. Вот это такая, наверное, главная мысль, да, то есть это не просто там мероприятие ради галочек, большое количество мероприятий и большое количество участников извне Кировской области говорит о том, что все-таки есть интерес к тому, что происходит в этом регионе. Поэтому я считаю, что все-таки причина, точнее, высокая активность с точки зрения проведения открытых мероприятий, это показатель того, что мы вызываем интерес и хотим куда-то развиваться. То есть понятно, что в этих условиях для нас главный интерес – это все-таки получить максимальное количество советов, консультаций, предложений по тому, что можно было бы сделать. Да, то есть и поэтому, когда мы приглашаем, то в первую очередь мы хотим услышать советы, как нам решать те или иные экономические, социальные и прочие задачи. Ну, насколько это там удается в рамках тех форматов, которые предлагаются, я думаю, по-разному. То есть, предположим, Био Киров, многие, не только организаторы, но и участники, оценили очень высоко, даже в сравнении с прошлым годом, что это другой качественный уровень. Не случайно там, по-моему, свыше двух миллиардов заключенных контрактов – это показатель эффективности. Если мы возьмем, предположим, мероприятие рангом чуть пониже, да, межрегиональный форум «Вятка Фьючер», на котором тоже мне удалось побывать, ну, могу сказать, что здесь мы готовимся только к прорыву. То есть, мы пока накапливаем некую такую мышечную массу, но все равно достаточно медленно мы двигаемся в этом направлении. Не хватает креатива. Вы имеете в виду в направлении как раз молодежного предпринимательства, потому что, насколько я понимаю, «Вятка Фьючер» – будущие предприниматели приезжают. Ну, я бы сказал, я бы так сказал, вот мы здесь с вами как раз и попадаем в ситуацию, да, что у этого мероприятия, отдельного мероприятия, да, там не сформировалась своя идея. То есть, кто это? Будущие предприниматели или будущая элита области, или же там просто классные инициативные ребята, или это там стимулирование студенчества и так далее. То есть, вот идея не сформировалась, в результате и продукт не до конца созревший. Я на этом, Миш, предлагаю закончить, потому что, к сожалению, время вышло. Да. Это было особое мнение вице-спикера ОЗС Михаила Курашина. Мы будем обязательно следить за завтрашним заседанием ОЗС. Следите обязательно. Спасибо вам за эфир. Спасибо вам большое. Всего доброго и до свидания. До свидания.